Доброе утро всем, дорогие друзья! И у нас утреннее кофе в... Да, мы начинаем не просто так. У нас в гостях очень интересный собеседник Татьяна Фишер, директор Калининградского центра занятости. Здравствуйте, Татьяна. Ну, во-первых, мы с вами тут уже не в первый раз встречаемся. Вы всегда наполняете полезной информацией для наших слушателей сегодняшний эфир у нас не исключение. Я думаю, что вы расскажете нам тоже очень интересного, много всего, что касается вообще в частности вакансий. Давайте начнем сначала. Вы у нас прибыли сегодня с определенной целью. О чем мы с вами будем сегодня говорить? Мы сегодня с вами будем говорить о всероссийской ярмарке трудоустройства. Подведем итоги первого этапа, анонсируем второй этап. Ну и в целом поделимся. Хорошо. Вы, вот мы за эфиром немножко пообщались, в апреле, получается, был первый этап. Этой всероссийской ярмарки вакансий, можно так сказать. Что, получается, мы преследуем вообще вот этим мероприятием? То есть что оно под собой подразумевает? Чтобы просто нашим радиослушателям было понятно, кто только включился, кто, может, предыдущие эфиры ваши не слушал. Или не участвовал в первом этапе ярмарки. Отмечу, что проведение ярмарки осуществляется в рамках уставной деятельности центра занятости. То есть это не новое мероприятие, оно проводится регулярно в штатных режимах. Но да, действительно, впервые такое масштабное мероприятие, объединяющее именно безработных граждан, работающих, которые еще находятся в трудовых взаимоотношениях, но ищут себя в разных отраслях экономики, прошло во всех регионах России. Она поэтому называется «Всероссийская ярмарка трудоустройства». То есть она проходила в один день во всех субъектах Российской Федерации. И благодаря ярмарке вакансий граждане различных категорий, и подростки, и предпенсионеры, и молодые мамы в декрете, и безработные, повторюсь, и ищущие работу, желающие стать самозанятыми в течение двух дней, а первый этап проходил в два дня, имели возможность в одном месте в непродолжительный период времени пройти по несколько собеседований и сразу узнать о результатах трудоустройства. О результатах, а результатом являлся как раз-таки и факт трудоустройства. Напомню, что основное мероприятие проходило в Калининграде, на территории стадиона «Калининград», а второй день проходил на площадке Центра занятости Калининградской области. А второй, простите, второй этап будет, где проходить, чтобы вы тоже знали? Второй этап у нас будет проходить 23 июня в городе Калининграде, на территории торгового центра «Зетфорд», «Улица профессора Баранова-1». Об этом мы чуть позже. Будем знать, просто для себя уже. Предметно поговорим. А вот скажите мне вот интересно, когда было начало вообще, с какого, в каком году началось и чая-то вообще идея ярмарки? Всероссийская ярмарка, это проходит впервые. А, это впервые? То есть 23-й год, это впервые. Такой проект был запущен Министерством труда Российской Федерации. И, в принципе, такое мероприятие было новое, как для субъектов, как для Министерства труда и занятости Российской Федерации, так и для всех центров занятости любого субъекта. Ну, продолжим, наверное, подведем итоги первого этапа. Повторю, что основное мероприятие проходило на стадионе Калининград, посетило ярмарку более двух тысяч человек, участвовало 48 работодателей. Это были представители всех отраслей экономики, которые присутствуют на территории Калининградской области. И, соответственно, основной целью, которая являлась трудоустройство, факт трудоустройства, зафиксирован более трехсот трудоустройств, граждан, которые посетили ярмарку и трудоустроились благодаря вот такому мероприятию. Это вот сразу же в тот же день, трехсот или последующий потом? Нет, это в течение определенного времени. Повторюсь, что в этот момент, то есть 14 апреля, граждане могли пройти собеседование. Для кого-то это уже было стопроцентное результат. Кто-то приходил к работодателю еще чуть позже, были повторные собеседования, но, тем не менее, факт трехсот трудоустройств имеет место быть. А кому-то сказали, мы вам перезвоним. Возможно и такое. Но отмечу те факты трудоустройства у таких работодателей, они достаточно, будем говорить, крупные, либо известные. Это и Завод Содружества СОЯ, ИП Соломонова, ОКД, ОРО, Завод за Родину, ОБРИТАНИКА, АТЛАНТИС и многие другие еще работодатели. И для нас, как для Центра занятости, важен не только факт трудоустройства, для нас еще были интересны истории успехов. К примеру, женщина в феврале месяце благодаря Центру занятости прошла обучение на Портниху. А вакансия ШВИ как раз-таки в первый этап попадала в топ пяти вакансий. Такая самая востребованная? Одна из самых востребованных. Дама посетила ярмарку вакансий. То есть на тот момент она уже прошла обучение и благополучно прошла собеседование и устроилась швеей на одно из предприятий Калининградской области. У вас на сайте, я думаю, можно ознакомиться с теми, может быть, курсами переобучения, либо что имеется в наличии, чтобы... Конечно, у нас достаточно интересный интерактивный портал, на котором можно найти любую информацию. А можно обозначить топ профессий, которые сегодня являются востребованными? Топовые профессии. Вот на сегодняшний день, повторюсь, да, швея была и в первые этапы, и во второй она повторяется. Электрогазосварщик, инженеры-проектировщики. То есть достаточно и среди простых, ну, будем говорить, рабочих профессий, в том числе и есть высококвалифицированные. Следующая вот история успеха, я буквально две истории сегодня, да, говорю про швею, и вторая как раз-таки история успеха, это юрист-консульт в янтарь «Энергосбыт». То есть тоже гражданин долгое время стоял на учете, проходил собеседование, но тем не менее вот пришел на ярмарку, и результаты ярмарки... Татьяна, скажите, а вот 300 трудоустройств, да, вот в первый этап случились, получились, и слава богу, вот для первого, может быть, вообще, да, всероссийской такой ярмарки, насколько это весомый успех, скажем так? То есть есть ли какие-то данные вот с других регионов и городов? То есть насколько мы вот преуспели и дали вот людям возможность работать? Калининградская область с другими регионами. Да, ну это же всероссийская все-таки, да. Ну, я, наверное, не буду здесь сравнить Калининградскую область с крупными субъектами, потому что показатель, в принципе, несравним. Относительно таких же вот небольших субъектов, ну, мы достаточно... Неплохо поработали, да. Неплохо, да, неплохо поработали и были отмечены Минтрудом своими, будем говорить, креативным подходом. И вот здесь вот нужно, наверное, отметить именно активность работодателей, всех участников, кто был в первом этапе. Да, факт трудоустройства – это хорошо, но в то же время, ну, вспомним день подготовки, когда работодатели заходили на площадку за день до мероприятия, монтировали свои, ну, будем говорить, локации, и было им очень интересно наблюдать, как зарождается такая здоровая конкуренция. Каждый оглядывался из работодателей, а кто что с собой принес. Кто-то принес только полиграфию, либо РЛАП, либо кто-то принес свою продукцию, которую производит непосредственно работодатель. А уже в день проведения ярмарки это особо, будем говорить, бросалось в глаза. Если у одного работодателя собиралось, будем говорить, такое скопление людей, то другой... Желающих, да, работодателей. То другой, где-то из любопытства, где-то из конкуренции, подходил и, грубо говоря, подслушивал, а что же там происходит, почему такая активность именно у этого работодателя, а у меня вот в этот час менее. Ну, это хорошо, такая преемственность опыта, да, опять же. Это, на мой взгляд, здоровая конкуренция, и вот как раз мы чуть позже будем с вами говорить о втором этапе. Скажите, вот вы говорите, что работодатели чем-то завлекали, так сказать. А чем? Там, допустим, продукция своей, там, молочная продукция или что там? Совершенно верно. Купи сырок и пойдешь на работу или что? Нет, но чтобы понимать, на какую организацию ты будешь работать, ты же тоже должен как бы знать. Понимать что-то, да? Да, и помимо этого. Во-первых, это была возможность у работодателей рассказать о своей кадровой политике. Ну, будем говорить, мы в некоторой степени ленивы, где-то не хотим что-то прочесть, куда-то доехать, с чем-то ознакомиться. А здесь на одной площадке масса работодателей, которые тебе глаза в глаза рассказывают о себе, о своей кадровой политике. Будем говорить о тех плюшках, которые неизвестны нашим гражданам. Это и централизованный подвоз, и средства индивидуальной защиты, и питание на производстве. Во многих организациях ДМС, да, добровольное медицинское страхование тоже большой плюс. Совершенно верно. Да, ну, к примеру, европейские кондитерские предоставили свою продукцию, будем говорить, кормили печеньем вкусным. Вот я про это и говорю. А то есть ты уже ради этого можно сходить, да? Я бы ради этого и работал бы, ради еды. Ну, вкусной еды, да, опять же. То есть надо понимать, кого ты. Женя, 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 работать за еду, тебе пока рано это делать, на самом деле. Почему? Самое главное. Все-таки что-то еще положить в карман. У нас в гостях сегодня Татьяна Фишер, это руководитель Центра занятости населения в Калининградской области. Еще раз здравствуйте. Доброго утра. Сегодня мы говорим о том, кто ищет работу сегодня. Те, кто хочет работать, или те, кто дают эту работу в Калининградской области. Кто кого, так сказать. Есть такое слово «хэдхантер», охота за головами. Кто на кого охотится сегодня? Владимир, я все-таки вернусь к нашей теме и хотелось бы анонсировать наше мероприятие, которое состоится 23 июня. Это всероссийская ярмарка трудоустройства, которая проходит впервые как в Калининградской области, так и в других субъектах Российской Федерации. И напомню, что она состоится 23 июня на территории торгового центра, пешеходной зоны торгового центра «Зетфорд», город Калининград, улица профессора Баранова, 1. И напомню, что у нас в апреле проходил первый этап ярмарки. Ярмарка не ограничилась тремя днями, два дня в апреле и один день в июне. Был межэтапный период, в этот период проходили профтуры, также проходили небольшие ярмарки, вакансии. И второй этап состоится уже 23 июня. Первым стартует онлайн-формат. Он начнется в 9.30 утра по местному времени, где будут присутствовать 5 крупнейших работодателей Калининградской области, заинтересованных в соискателей из других регионов. Кроме того, к онлайн-формату подключатся работодатели из других регионов. В частности, уже заявился к нам субъект Архангельская область, город Северодвинск. И именно этот формат мы организовали следующим образом. Мы оценили запрос наших работодателей, именно в соискателей. Оценили те субъекты Российской Федерации, в которых присутствуют образовательные организации, которые как раз-таки и готовят специалистов, которые востребованы для наших крупных работодателей. Соответственно, по ссылке, которая размещена на нашем, в том числе, интерактивном портале работы калининград.ру, можно найти всю необходимую информацию для подключения. То есть могут подключиться как и другие работодатели, так и граждане, либо безработные, либо ищущие работу. За благовременной какой-то регистрации не нужно? Нет, за благовременной не нужно. Регистрация требуется только для работодателей, которые уже благополучно прошли, а граждане могут спокойно пройти по ссылке. Либо получить дополнительную информацию, помимо интерактивного портала, по телефону горячей линии. 8 800 201 39 00. Продолжу относительно следующего формата. То есть онлайн формат начнется в 9.30, и второй этап начнется в 11 часов. На открытой площадке возле торгового центра «Зетфорд», повторюсь, по адресу город Калининград, улица профессора Баранова 1. И пройдет в классическом формате ярмарки, на котором будут присутствовать более 40 работодателей. Если в сравнении с прошлым этапом, который проходил в апреле, было заявлено более 600 вакансий, то ко второму этапу работодатели заявляют уже более 1000 вакансий. Также будет определен топ вакансий из определенного количества, мы чуть позже об этом анонсируем, в том числе и через вашу радиостанцию. И нужно отметить, что помимо работодателей, так же, как и в первом этапе, будут присутствовать представители среднего профессионального образования, высших учебных заведений, которые в свою очередь и в первом этапе проведения своей, так сказать, легкостью, непринужденностью создавали атмосферу определенной энергетики. А как вот будет проходить онлайн? Как вот будет онлайн проходить вообще? Как-то на зазвоне? Нет, ну получается, что в посылке... Там будет табло... Этот формат будет проходить по адресу Калязинская, 5А, то есть в центре занятости. Это определенный круг приглашенных. Именно в студии, повторюсь, что это 5 работодателей, которые прошли регистрацию именно с территории Калининградской области, и те работодатели из других субъектов Российской Федерации, которые получили приглашение. То есть это будет формат видеоконференции. А, видеоконференции, все понятно. То есть каждый будет себя презентовать, говорить о том, что нужно, кто нужен этой компании. Совершенно верно. В первую очередь наши работодатели, крупнейшие, повторюсь, будут презентовать себя на территории других субъектов Российской Федерации с целью привлечения трудовых ресурсов. Нужно еще отметить, что во втором этапе на ярмарке будут представлены вакансии на специальные рабочие места для граждан с инвалидностью. То есть в этом году мы взяли для себя определенный вектор именно для этой категории. И мы позаботились о том, чтобы на площадке ярмарки 23 июня граждане с инвалидностью могли бы получить подробную консультацию по трудоустройству. И с этой целью специалисты центра занятости, которые ежедневно работают в данной категории, хорошо знаком с потребностями граждан с инвалидностью, будут находиться на площадке. Если в цифрах, то для этой категории у нас будут представлены более 20 кватируемых рабочих мест. Ну это очень, кстати, много. Потому что, насколько известно, по федеральному закону, в частности, опять же скажу, именно бюджетные организации обязаны предоставлять хотя бы одно кватируемое место с ограничениями людей. Есть определенные критерии для определения размещения кватируемых рабочих мест. Такую, будем говорить, локацию в этот этап ярмарки мы организуем. А вы какие-то прогнозы можете, ну просто как специалист, от себя лично, может быть, дать на предшествующую ярмарку? То есть, как вы думаете, будет ли больше, допустим, людей, трудоустроенных, нежели чем в первом этапе? Может быть, есть уже какой-то запрос, вот как раз-таки от соискателей, что да, вот хотелось бы видеть, может, какие-то, такие-то предприятия? Какая, так сказать, кто своего героя обнаружит на этой... Ну просто ваше мнение, да, не обязательно статистические данные. Делать прогнозы дело неблагодарное, но тем не менее для себя мы уже понимаем, что ни одного соискателя после ярмарки не нужно упускать в свободное плавание. То есть практически как работодатель, так и центр занятости будет его подхватывать и вести практически до логического завершения. А найдут, удовлетворят, так сказать, кадровую потребность работодатели, это практически представители всех отраслей экономики. У нас заявились на сегодняшний день с большим количеством вакансий РЖД и представители торговли, СПАР, Виктория, Пятерочка, ГорТранс, представители оборонно-промышленного комплекса. Соответственно, все участники однозначно найдут своих соискателей, удовлетворят свою кадровую потребность, а соискатели свою карьерную потребность найдут. Татьяна Викторовна, а скажите, кто чаще всего приезжает в Калининградскую область на ПМЖ и кто чаще всего здесь ищет работу из приезжих? Ну, основная масса приезжих, это все-таки из северных субъектов Российской Федерации. Основной причиной это либо семейные обстоятельства, либо климатические условия. Из такой категории, конечно, работать приходится серьезно. К примеру, есть такие субъекты, и граждане приезжают со специальностью маршайдера. Соответственно, у нас с вами не горнодобывающий субъект, соответственно, здесь людей нужно либо переобучить и найти ему подходящую профессию. И человек должен быть готов сам находиться в потоке, что-то переосмысливать, переобучаться. Проще, конечно, найти работу в сфере торговли, либо в образовательной сфере, либо в здравоохранении, потому что именно эти сферы, исходя из статистики, по-прежнему остаются достаточно востребованы. И набор, перечень вакансий у них достаточно широкий. Повторюсь, это образовательная сфера, здравоохранение, социальная сфера, торговля по-прежнему, учитывая, что у нас с вами развивается здесь и туристическая направленность, и торговля. Да, буквально, да, тоже вопрос, просто вы чуть ранее сказали о том, что вот вы не оставляете, получается, всех соискателей, да, даже если человек не нашел, да, здесь вот на этой ярмарке, которая состоится, своего работодателя, то есть вы потом как-то его ставите на учет, если он перед этим, допустим, не был, да, вашим клиентом, скажем так, да, то есть потом как-то его стимулируете, либо опять же можете направить на курсы и так далее, и так далее. Я к чему? Чтобы все-таки людей, ну, сподвигнуть, да, прийти, потому что, ну, может быть, не совсем будет удача на их стороне, да, найдется кто-то более квалифицированный, кто понравится, но тем не менее, вот что им потом в дальнейшем делать? Можно ли как-то на вашу помощь рассчитывать? Наталья, вы правильно подметили, вы именно подметили модернизацию центров занятости. Мы на сегодняшний день, это меняется и организационная структура, и модернизируются все центры занятости не только Ленинградской области, но и Российской Федерации, и основной смысл в том, чтобы ввести, будем говорить, такой формат персонального менеджера. То есть для каждого соискателя предполагается закрепление персонального менеджера, который не просто поверхностно знакомится с его, так сказать, резюме, фамилиями, отчества, образования и опыт работы. Соискатель может пройти консультацию с психологом, оценить, в какой все-таки сфере его квалификация более применима. Возможно, с возрастом, со временем что-то изменилось в психологической составляющей гражданина. Соответственно, проходя консультации, тестирование, ему можно будет предложить переобучение по разным направлениям. И, соответственно, уже организовать встречу с потенциальным работодателем, где как раз-таки гражданин найдет работу, свою мечту. Свою судьбу, можно сказать и так. А почему нет? Сколько сегодня калининградцев нуждаются в работе? Если приводить статистику, то с 1 января 2023 года к нам обратилось более 9 тысяч граждан, жителей Калининградской области. И из этого объема трудоустроено около 4 тысяч. На сегодняшний день на учете в центре занятости состоит чуть более 3 тысяч. Если брать сравнение с аналогичным периодом прошлого года, то порядок цифр таков. В прошлом году в этот же период было более 5 тысяч, сейчас более 3 тысяч. Состоит на учете в центре занятости. База вакансий на сегодняшний день выросла по сравнению с прошлым годом. Она составляет порядка 13 тысяч. То есть... Есть из чего выбрать. Есть из чего выбрать, да. Главное желание соискателя на сегодняшний день найти работу, это тоже работа. Поэтому насколько человек готов изменить свою жизнь, быть в потоке. Да, потрудиться опять же над этим, чтобы поискать то, что ему нравится. Совершенно верно. Как говорили в одной стране, которой уже нет, все работы хороши, выбирай на вкус. У нас в гостях была сегодня Татьяна Фишер, руководитель Калининградского центра занятости населения.